Funpay.ru, биржа золота Блэс и других MMORPG. Покупайте у игроков без посредников, ссылка в описании. Когда 101XP проснутся после бадуна, такое чувство, что они вообще ничего не делают. Я вам так скажу, что я лично знаю, что КМ-ы ушли в 31-го числа в 11 часов ночи домой. Ну бля, это жестко, если честно. То есть я бы... То есть был бы расстроен, если бы меня отпустили домой только в 11 вечера. Я сейчас расхвачусь! Всем привет, дорогие друзья! С вами Дэвид Джонс и это восьмой выпуск отчета о ходе русской локализации игры Блэс Онлайн. Вот и закончилась пора новогодних праздников. И судя по тому, что мой ролик вышел только сейчас, можно сделать вывод, что отметил я их неплохо. Но об этом позже. В новогодние праздники многие из нас любят вечерами, налив чашечку горячего напитка, погрузиться в свою любимую игру и радуясь выходным и временному отсутствию работы, с удовольствием насладиться виртуальным миром. Но даже когда компания 101XP отдыхает после ухода с рабочих мест в 23 часа 31 декабря... Ну бля, это жестко, если честно. Сервера продолжают все так же безбожно лагать. Именно поэтому я снова здесь. На данном скриншоте комментарии игроков практически каждому посту официальной группе ВКонтакте. Во время праздников играть на сервере Геракон было просто невозможно. Игроки жаловались на задержку в прожатии скиллов. От безысходности стали спамить о просьбе сделать банальный рестарт куда только можно. Блин, это так наивно. В общем, до них было не достучаться. К слову говоря, на фоне сейчас вы видите, собственно говоря, видеоролик, подтверждающий лаги в прожатии скиллов, который был записан одним из игроков в праздничные дни. У нас ничего не подлагивает. У нас все хорошо. Да, у нас на экране все прекрасно, вообще нет ни одного лага, кстати. На отвечаю есть какие-то проблемы? В общем, в борьбе с лагами в эти дни сделали ровным счетом. Ни-ху-я! Зато я, наконец, получил свой пожизненный бан в официальной группе Блэс ВКонтакте. Долговато пришлось ждать. А сейчас минутка прошлогодних новостей. Прошлогодних, вы поняли? Под конец декабря 101XP случайно добавили в магазин питомца стоимостью 1 рубль. Крутецкий дракончик, который давал 30% опыта за ПВП-активность. Конечно, очень скоро тогда его изъяли из шопа, но не исключено, что скоро мы увидим его в магазине уже по нормальной стоимости. Когда сундуки у них закончатся. Кстати, о сундуках. У нас же новая акция подъехала. Ну, правильно. Вместо того, чтобы лаги фиксить, нужно акцию создать в первый рабочий день. Шо не так-то? Теплый подарок от Рокетбанка. С 9 по 31 января оформите карту Рокетбанка на специальной странице и получите уникального питомца и набор игровых бонусов Блэс. Уникальный редкий питомец Сиамский кот 24 уровня отдает своему хозяину бонус к опыту и золоту, получаемому во время охоты. Серебряный премиум на 30 дней, свит к телепортации, завет мира и немного хавки. И лаги в придачу. Кстати, не обязательно для этого карту приобретать лаги. Вообще все получают абсолютно бесплатно. Нет, нет, серьезно. Я даже сначала сам не поверил, а потом зашел в игру и действительно лаги бесплатно. Не платил я ничего. Вообще, отдельное спасибо человеку, который сделал этот видеоролик с лагами. Вообще, респект тебе. И я надеюсь, что он не обидится, что я использовал его материал, чтобы показать людям, как действительно лагают серваки 101 XP. А то бы все такие, а где пруфы про лаги? А где пруфы про лаги? А я такой... Поверите мне на слово. Мы поверим ему на слово. Своих героев нужно знать. Лучший из лучших игроков Блэс. Какая серьезная картинка, она прям отдает пафосам и величиям. Тут рассказывается, кто стал первым героем, достигшим максимального уровня, славу самых непревзойденных ПВП-шаров, кто захватил, собственно, столицы фракций. Блин, серьезно, это кому-то интересно. А вот и нет. Серьезно, мне совершенно неинтересно, какие игроки гильдии прославились в этом бесславно умершем проекте. Информация об этом забудется спустя ближайший месяц и будет упоминаться только самими гильдиями и игроками в качестве бравады на форумах о том, что они стали лучшими в игре с лагами, дюпами, багами и дырами. Ну, картинка на превьюшке зачет, это да. А у нас в эфире непостоянная рубрика «Открывай донатные ящики за люмины». Интересно, что же нам выпадет сегодня? Я купил ровно 13 ящиков. Выпадет ли нам редкий маунт, который нам и не сдался или нет? Ни-ху-я! Ну, а я на этом с вами прощаюсь, друзья. Впереди еще много рабочих дней, в ходе которых 101XP обязательно должны нас удивлять. Не забывайте приходить на мои прямые трансляции, которые проходят каждый будний день с 12 до 18 часов по Москве вот на этом канале. В конце ролика будет пасхалочка небольшая, которая намекнет на содержание следующего видео на канале. Не забывайте распространять это видео, чтобы люди знали, как проходит локализация игры Блэс Онлайн и стоит ли в нее вообще играть. Не забывайте ставить лайки или дизлайки. Отпишите в комментариях, что думаете вы о текущем состоянии Блэс. Пейте много вкусного чая, сейчас холодно, а он вкусный и горяченький такой. Счастья, здоровья вам! С вами был Дэвид Джонс, пока! Меня просили заглянуть туда. Я уже в двух шагах от Тайп. Многие думали, что я снимаю обзоры по Блэс, потому что мне платят эти ребята. Чего же нам ждать в следующем видеоролике? Что же, 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 что же? Какое видео будет следующее? Что нам ждать? Субтитры сделал DimaTorzok